С чего начинается оркестр? С энтузиазма. В 1989 году несколько музыкантов на общественных началах решили создать ансамбль. Идея возникла у Константина Хальцева, преподавателя музыкального училища тогда. Сам он баянист по своему образованию. Но ему очень захотелось как-то попробовать себя в смешковом исполнительстве. Как это делается в штрихах, в звуке, в дембре. И он пригласил меня, я пригласила своих учеников. Скрипачи, еще юные совсем, выпускники, сели тоже наш состав. Сначала в составе коллектива было 18 человек. В 1990 году их приняли в штат областной филармонии как камерный оркестр. Постепенно увеличивались струнные и духовая группы. Приходили новые музыканты. Богател, репертуар. Как-то незаметно получилось так, что без камерного оркестра не обходилось ни одно значимое мероприятие области. Состав расширялся, добавлялись инструменты. Оркестр начал работать с известными музыкантами. Классическая музыка востребована оренбургцами. На оркестры у зрителей есть спрос. Большой популярностью пользуются сезоны Дениса Мацуева, фестиваль Мстислава Ростроповича, пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. Афиша творческих форумов постоянно увеличивается. Поэтому появилась потребность в ремонте зала, сцены, здания областной филармонии. В течение двух лет храм симфонического искусства преобразился. От вешалки до гримерной, от кресел до софитов. Созданы условия не только для выступлений, но и для репетиций. Свой юбилей музыкальный олимп Оренбуржья встретил обновленным. В этот день начался отсчет времени до окончательного принятия решения о создании в области именно симфонического оркестра. 11 января 2024 года губернатор Денис Паслер подписал долгожданный указ. Музыкальное искусство региона перешло на новый уровень. Для культурной жизни это историческое событие. Ведь что такое симфонический оркестр? Это и есть филармония, потому что филармония – это всегда рассматривалось как база симфонического оркестра, как база классической музыки, как учреждения, созданные для пропаганды, просвещения классической музыки, пропаганды, в хорошем смысле слова, классического искусства. Музыкальное искусство Постоянно оказывается поддержка по укреплению материально-технической базы наших профессиональных коллективов. Мы ремонтируем и оснащаем музыкальными инструментами детские школы искусств. И вот эта совокупность событий и больших капитальных вложений именно в это направление сферы культуры и искусства привели к тому, что было принято губернатором решение о создании такой вершины профессионального музыкального искусства. Музыкальное искусство Для хорошего звучания и слаженности требуется особая рассадка исполнителей. Она меняется в зависимости от произведения, которое коллектив исполняет. Качество звучания зависит и от дирижера. Музыкальное искусство Идеальный вариант, когда оркестр готов к любому дирижеру. Если оркестр профессиональный, хорошо сыгранный, постоянно занимающийся, повышающий свое мастерство исполнительское, то дирижеру достаточно встать и направить оркестр в нужном направлении. Наш оркестр уже сыгранный. Осталось увеличить состав. Ведь совершенный симфонический коллектив – это как минимум 90 музыкантов, способных сыграть композицию любой сложности. В Оренбурже есть кузница таких кадров. Институт искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. У нас кафедра оркестрового дирижирования. Там мы готовим духовиков практически, полный спектр. Готовим скрипачей, готовим альтистов. С велончелистами, конечно, сложнее. Но это поправимо. Институт готов к переменам. Тем более, что в скором времени он тоже будет обновляться. Но это уже другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова